Мы наклоняемся к пострадавшему и слушаем, дышит ли он, а также смотрим на грудную клетку. Проверить пульс, вызвать скорую и сделать массаж сердца. Эти правила могут спасти жизнь. В экстренной ситуации счет идет на секунды. Я хожу тогда уже в ближайство и проверяю его пульс. Изначально вы пролетите в сознании ли он, то есть не реагирует ли он на болевые ощущения. Да, я сюда. Школа первой помощи детям. Ее основатель Екатерина Протопопова. Сегодня проводит медицинские уроки в Химках. О беспомощности родителей в экстренных ситуациях знает на своем опыте. Пару лет назад ее ребенок подавился пищей. Спасти его помогли инстинкты. Но только на них рассчитывать нельзя. Сейчас родительница вместе с профессионалами обучает других мам и пап основам первой помощи. Все люди, которые приходят, в основном, большинство это люди, которые узнали от своих знакомых, от своих друзей. И еще, что очень важно, что были случаи, когда благодаря полученным знаниям у нас на школе родители смогли спасти жизнь своим детям, а потом об этом писали. Занятия бесплатные. За четыре часа родители получают бесценные опыты, навыки. Обильное кровотечение, потеря сознания, переломы, ожоги, переохлаждение. Случаи разбирают на практике. Что-то уже полезное узнали? Да. Как делать искусственную теряцию легких и прямой массаж сердца. Урок первой помощи слушают не только взрослые, но и малыши. Когда тебе на голову будет упасть сосулька, то надо отводить. Поддержали проект уроки первой помощи общественная палата химок и детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова. Мы начали серию родительских так называемых собраний, где мы рассказываем родителям об этом, где учим их оказывать эту первую помощь правильно. И для нас очень важно как раз повышать, будем так говорить, квалификацию родительскую в смысле чрезвычайных происшествий. Здесь нам в помощь вот эта общественная организация. Я очень рада, что сегодня пришли родители. Следующие уроки первой помощи в Химках пройдут в марте. На занятия нужна регистрация. Пройти ее можно на официальном сайте проекта. Адрес на экране. Ксения Каретникова, Николай Забродин, Служба новостей.